Но несмотря на то, что за окном вроде зима, тем не менее весна наступает, мы это чувствуем, появляются солнечные лучи, а весной хочется выглядеть под стать природе, свежо, красиво, ярко расцветать, как букеты, которые нам сегодня дарят мужчины. В интернете можно найти много информации о том, что привести в порядок кожу, ногти, волосы, да и весь организм можно при помощи аптечных средств, витаминов, минералов, добавок. Ну вот действительно ли это так, узнаем у специалиста. У нас в студии провизор с юдами аптека Марианна Джаниашвили. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот если прийти в аптеку, то там можно увидеть на полках многочисленные баночки с витаминами, микроэлементами, с надписями для волос, для ногтей. Что это за витамины, что за микроэлементы, рассказывайте. Обычно в таких комплексах, которые направлены на улучшение структуры кожи, на укрепление волос и ногтей, добавлены такие активные ингредиенты, например, как цинксилен, сильнейшие антиоксиданты витамины А, С и Е, которые отвечают за регенерацию кожи, а также уменьшают и предотвращают процессы старения кожи. Незаменимым компонентом является коллаген, который отвечает за эластичность кожи, гиалуроновая кислота, которая отвечает за уменьшение морщин и питает кожу изнутри, тем самым увлажняя её. Ну и нельзя забывать о таких микроэлементах, как железо, цинксилен, а также витамин Д, витамин солнца. Ну а это всё работает, потому что если начинать разбираться в вопросе, то получается, что ты принимаешь витамин, а он, например, организм просто не усваивается. И таким образом все эти деньги потрачены зря, и ты не достигаешь нужного эффекта. То есть там довольно сложная система в усвоении этих витаминов, в их действии. Расскажите об этом подробнее. Это же не идёт прямо сразу в волосы, например, или в кожу. В ногти. Да, это проходит в какой-то такой сложной стадии. Конечно. Прежде чем принимать какой-то витаминный комплекс, либо это мужской, женский, или который направлен на волосы, ногти и кожу, следует сдать анализ, чтобы узнать, какого витамина или какого микроэлемента вам точно не хватает, или каких веществ вам не хватает, чтобы придать вашей коже сияние, эластичность, упругость. А если, скажем, к провизору в аптеку придёт, женщина скажет, что-то я старая стала, хочу витамины от старости, чтобы морщин не было и кожа была гладкой, то есть что ей делать? Я бы порекомендовала комплексы, в которых содержится коллаген, гиалуроновая кислота, С-витамин, кератин. Кератин очень благоприятно влияет на волосы, улучшает структуру волоса, предотвращает выпадение, уменьшает ломкость, и наши волосы более живые и блестящие. Вот вы говорите о том, что хорошо бы сначала сдать анализ. Может ли сложиться ситуация, когда человек перекармливает себя витаминами и складывается ситуация, как в поговорке, слишком хорошо тоже плохо? Да, может быть. Особенно это касается жирорастворимых витаминов, которые имеют свойство накапливаться. И если мы принимаем их очень долго и в больших концентрациях, то последствия могут быть тяжёлыми. Это гипервитаминоз. Ну и витаминные комплексы обычно принимаются от 2 до 3 месяцев. И в зависимости от тяжести 2-3 раза в год можно проводить такие курсы. Ну а вы сказали, что нужно сдать анализы. Где можно сдать эти анализы? Где нужно себя проверить? Даст ли просто так семейный врач направление на эти анализы? Семейный врач, естественно. Если вы от семейного врача не смогли получить направление, то лаборатория Сюндлаб может помочь вам. То есть любой анализ на любые витамины и микроэлементы. Любой каприз за ваши деньги, в общем, так можно сказать. Да. Если через семейного врача не удалось получить направление на анализы. Если гипервитаминоз это такая большая проблема, то как вы считаете, может быть, витамины и добавки следовало бы продавать исключительно по рецепту? Ну это уже крайность. Просто к этому вопросу нужно подходить с умом и, так сказать, без фанатизма. Витамин Д, да, конечно, мы можем принимать круглогодично. У нас солнца мало, мы люди с северной стороны, поэтому нуждаемся в этом. То есть тут ограничений нет? Да, здесь ограничений нет. В умеренных дозах 100 микрограмм абсолютно безопасно. А вот скажите, на месте аптекаря, который стоит за прилавком, как вы себя поведете? Приходит человек, набирает целую корзинку витаминов. Вы какую-то профилактическую работу по собственной инициативе проведете? Конечно. Прежде чем что-то вообще пробивать, идет консультация. Мы спрашиваем, для чего вам нужны эти витамины, с какой целью вы хотите именно определенный витамин или комплекс приобрести. И с учетом всех особенностей, расспрашиваем и потребности клиента, мы уже оцениваем, что ему нужно, а что не нужно. И тогда корзина общая, она гораздо уменьшается. Ну вот меня всегда интересует вопрос стоимости, потому что приходишь, прилавки наполнены действительно биодобавками, витаминами, еще чем-то. И скажем, витамин D, витамин E, много разных видов. И все они стоят тоже по-разному. Вот что стоит предпочти, с чем они отличаются? Почему одни дешевле, другие дороже? Здесь все зависит не только от производителя, но и от концентрации витаминов. Допустим, витамин E или витамин D, а также кому предназначен данный витамин. Это может быть либо новорожденный, если мы говорим о витамине D, дети или беременные. Для каждой категории идет своя концентрация. Поэтому, соответственно, цены и могут быть разные. Также дополнительные составляющие, которые могут быть, они тоже в каждом препарате, они разные. То есть нет два одинаковых препарата. Например, капли D витамина, они могут быть на основе, может быть, на разное масло. То есть кокосовое масло, оливковое масло или на основе растительного масла. Скажите нам по секрету сразу, какое лучшее? Ну, я бы предпочла на основе оливкового масла или растительное. Есть также с добавлением семян тмина, тминовое масло, если, допустим, возникают газики и колики у новорожденных. Советуйтесь с аптекарем. Обязательно, да. А вот раз уж пошла речь про категории, почему косметика делится на мужскую и женскую? Что, мы такие разные? Кожа разная, но и мужчины тоже хотят быть красивыми, вечно молодыми, не только женщины. Поэтому... Ну, если мужчина начнет пользоваться женской косметикой или женщина начнет пользоваться... У него отпадет борода. Нет, борода не отпадет. Мужская кожа, она сама по себе немножко более грубая, более плотная. И процессы старения там гораздо проходят медленнее, за счет того, что уровень коллагена выше. Это я считаю дискриминацией, конечно. Поэтому, в принципе, и косметика для мужчин, она более концентрирована. В том плане, что ингредиенты, которые находятся, они рано заживляющие. Там больше антисептических веществ. Например, если мы говорим такие уходовые вещи, как средства до бритья и после бритья. Консистенция веществ, а также кремов, она более легкая. То есть, скажем, даже гелеобразная, я бы сказала, она быстрее впитывает. То есть, это все-таки не маркетинговый ход, действительно есть разница. Ну что ж, спасибо провизору Сюдами Аптек Мариане Джаниашвили, которая рассказала нам о некоторых премудростях. Ну, напоминаем, что у нас сегодня 8 марта, женский день. Марианна, конечно же, мы не могли вас не поздравить. И букет цветов для вас тоже приготовлен у нас. Пожалуйста, спасибо. Марианна, с женским днем, с 8 марта. Спасибо, с праздником. Хорошего дня. И, конечно, и вам, и всем посетительницам аптек красоты и вечной молодости.